Спасибо, все в порядке, просто из-за эпидемиологической обстановки любой, простите, чих пугает окружающих. Но есть те, кто если не радуется хворим человеческим, то косвенно на них зарабатывают. Биотехнологические компании. В пандемию у всех на слуху были Pfizer, Moderna, Abbott, но на самом деле их гораздо больше. Привет, с вами Петр Корнеев, РБК Инвестиции. Это наша новая программа, где мы разбираем последние тренды и ищем на биржах нетривиальные компании из разных отраслей. Буквально подарок для леднивых инвесторов. Мы не рекомендуем, но рассказываем понятно и просто. А вы решаете, брать или нет. О, чуть не забыл, принять витаминчики. Чтобы не забыть, рассказать все самое интересное. Надо не забыть, не забыть. Ну, элементарно. Биотехам живется непросто. Их цена зависит не только от качества самого продукта, но и от того, успешно ли прошли клинические испытания, одобрен ли продукт регулирующими органами, да и вообще, насколько эффективно проходили презентации на крупных конференциях. Сегодня не только про акции, но и про болезни и лекарства. Рассмотрим пять биотехкомпаний, которые находятся в стадии разработки лекарства блокбастера. Одной из них FDA уже подарила баснословный рост акции вместе с одобрением препарата. Другую обрушила отказом до исторического минимума. Ну, а еще три замерли в ожидании. Итак, опасный и притягательный биотех. Погнали! Компании в этом секторе многочисленные. Большинство из них не имеют выручки как таковой. Сектор очень рискованный. Если вы покупаете компанию, которая не приносит выручку, она с очень высокой вероятностью может сильно подешеветь, если так и не получит, по мнению инвесторов, выручку будущего. Сейчас фактически сектор биотехнологий проигрывает росту S&P 500. Так, с начала прошлого года рост составил всего 37%, против роста рынка почти на 40%, если брать совокупную доходность. Эта динамика сохраняется примерно с где-то 2018 года, когда, собственно, и начался этот underperformance всего сектора относительно рынка, несмотря на высокую инновационность данного сегмента. Ну а начнем со звезды, у которой уже получилось. Компания Биоген разработала лекарство от болезни Альцгеймера. Аду... ну как же учил же... Адуканума. Препарат будет продаваться под маркой Адульхелем, а годовая терапия обойдет с потребителем 56 тысяч долларов в год. Применять лекарство придется постоянно, так что компания сможет зарабатывать не только много, но и долго. Как только FDA одобрил этот препарат, акции Биоген незамедлительно взлетели на 63%. Правда, потом компания столкнулась с сопротивлением со стороны медицинских учреждений, занимающихся лечением болезни Альцгеймера, и котировки упали на 7%. Аналитики держат целевую цену в районе 500 долларов. Помимо США, Биоген подала подобную заявку в Японии в декабре прошлого года, где проживает 4,6 миллиона человек с болезнью Альцгеймера. По словам экспертов, пиковые годовые продажи препарата могут достигать от 10 до 50 миллиардов долларов. Для понимания масштаба, выручка Биоген за весь 2020 год составила 12,4 миллиарда долларов. Пока сложно делать какие-то прогнозы, потому что, с одной стороны, есть риски того, что за этот препарат не все будут готовы платить, потому что в США все-таки в первую очередь платят страховые компании, и для страховых компаний очень важно иметь количество подтверждение эффективности препарата, которое является неоднозначным, скажем так. И также нужно будет смотреть на спрос со стороны пациентов и, соответственно, спрос со стороны врачей, которые рекомендуют этот препарат пациентам, и на то, как будет развиваться ситуация с конкурентами. Акции данной компании сложно назвать привлекательными для покупки. Сейчас в целом ситуация с компанией достаточно неоднозначная, и есть достаточно высокие риски в данном институционном кейсе. Компания изобретает и продает инновационные методы лечения анемии, фиброзных заболеваний и рака. В Актибе фиброген есть два основных препарата. Первый – роксодустат для лечения анемии, вызванной хронической болезнью почек. Предполагается, что он более безопасен, чем существующее лекарство, и не требует дополнительного внутривенного введения железа пациентам. Роксодустат уже одобрен в Китае и Японии, что позволяет компании зарабатывать. Китай – самый большой рынок диализа в мире. 700 тысяч пациентов и еще 2 миллиона на ожидании. Что касается США, то 15 июля FDA принимает негативное решение по одному из двух ключевых препаратов роксодустат. И акции компании падают на 45%. А планы были грандиозные, ведь по оценке фиброген, из 39 миллионов американцев, страдающих от хронической болезни почек, у 6 миллионов развивается анемия. При этом, предположительно, его можно будет также использовать пациентам, у которых анемия и которые проходят химиотерапию. В США это порядка 650 тысяч человек. Также решение FDA может повлиять на вердикт европейских регуляторов, где решение по роксодустат еще не вынесено. Но вы же помните, что я говорил, что есть второй препарат – PAMRIVULAB. Ожидается, что он сможет помочь пациентам с фиброзом мышц, легких и раком поджелудочной железы. И заодно финансовому положению компании. Пока результаты исследований успешны. Препарат показывает себя лучше плацебо. Однако третья фаза испытаний началась в 2021 году. Так что раньше 2023-го ни одобрения, ни коммерческого выпуска ожидать не стоит. Есть шанс того, что регулятор одобрит препарат и пойдет наперекор к врачам, как это было, собственно, с биогеном. Но этот кейс менее специфичный, скажем так, чем с болезнью Альцгеймера. И вполне возможно, что либо компании получат какое-то ограниченное одобрение для лечения очень узкой категории пациентов, либо потребуется проведение дополнительных испытаний, что также, с одной стороны, отложат выручку от данного препарата, а с другой стороны, потребует дополнительных трат, собственно, на клинические испытания. Компания BXL Therapeutics, в отличие от конкурентов, не изобретает велосипед. Вместо этого они берут старое лекарство и с помощью искусственного интеллекта находят ему новые сферы применения. Плюс в том, что одобрение FDA у этих препаратов уже имеется, а значит, сроки проведения исследований уменьшаются и вероятность положительного решения растет. Ну и сама разработка стоит дешевле. Хитрецы. Но есть в этом гениальном плане и свой минус. Срок патента становится намного короче, от трех до пяти лет, и можно клепать дженерики. По такому принципу и был разработан главный препарат-кандидат компании под кодовым названием BXCL501, почти как имя сына Илона Маска. Соединение под названием дексамидитамидин использовалось в качестве седативного средства для пациентов во время хирургических операций аж с 1999 года. Патент на него уже закончился, поэтому BXL воскресила его для использования по новым показаниям. Оказалось, что BXCL501 прекрасно справляется с острыми возбуждениями при таких диагнозах, как шизофрения, биополярное расстройство и деменция. Сейчас пациентов в таком состоянии обычно сдерживают физически и назначают нейролептики, а то и транквилизаторы, а они негативно влияют на состояние пожилых пациентов. Второй препарат, BCXL701, представляет собой активатор врожденного иммунитета, который вводится перорально. Он используется при лечении агрессивного рака, простаты и других опухолей. Но даже с учетом того, что два препарата выглядят многообещающими и участвуют в клинических исследованиях на поздних стадиях, акции BioXL падают. Что же, решение от FDA ждем в начале 2022 года. Причина в июньском размещении, в ходе которого компания выпустила на рынок 3 миллиона акций по цене на 5 долларов ниже, чем они торговали в предыдущий день. Аналитики полагают, что цена достигнет 100 долларов в перспективе ближайшего года. Компания является, по сути, вчерашним стартапом. У компании не так много денег, которое она будет тратить и на разработку других препаратов, и на коммерциализацию этого препарата, если он будет одобрен. Если результат будет негативным, тогда это приведет к тому, что стоимость в целом всей технологической базы компании резко снизится. Если же результат будет положительным, это будет означать, что компанию нужно будет привлекать дополнительный капитал для коммерциализации этого препарата, так как у компании пока не выстроена сеть продаж, и это может также как срочно оказать негативное влияние на акции, потому что инвесторы будут ждать размытия своей доли фактически. Но долгосрочно, в случае успеха, эта компания может стать действительно очень перспективной. «Провеншн Био» — компания на клинической стадии развития. Она пока не зарегистрировала ни одного препарата, поэтому у нее нет ни выручки, ни прибыли. Основной фокус «Провеншн Био» — предотвращение и профилактика аутоиммунных заболеваний, к которым относят ревматоидный артрит, сахарный диабет первого типа, красную волчанку, воскулиты и другие заболевания. Разработка компании — препарат теплизумаб — поможет предотвратить или отсрочить заболевания диабетом первого типа для людей в группе риска. У действующего вещества долгая история. Еще в 2010 году Элли Лили — один из крупнейших мировых производителей инсулина — пытались создать на его основе лекарства от диабета. Однако данные третьей фазы испытаний оказались хуже ожиданий. Поэтому Элли Лили отложили проект. А в 2018 году «Провеншн Био» выкупила все права на препарат и начала собственную разработку. На данный момент FDA попросила устранить производственные недочеты и запросила дополнительные данные по клиническим испытаниям, что, конечно, повлияло на цену акции. Просили на 20%. Если новые лекарства утвердят, это будет колоссальным прорывом в области лечения диабета. Компания надеется получить одобрение FDA на препарат как можно скорее и предоставить пациентам из группы риска первую терапию. От этого зависит и судьба самой компании. Денег осталось не так уж и много — всего 180 миллионов долларов наличными. И чем дольше будет согласование препарата, тем меньше финансов останется у «Превеншн Био». Прогноз аналитиков неоднозначен. Сложно делать ставки на новичков отрасли, если не знаешь, чего и ждать. Компания убыточная и пока не приносит также точно ни выручку, ни чистую прибыль акционерам. Есть предположение, что благодаря препарату теплизумаб, который прошел третью фазу и сейчас получает лицензию, компания может уже в третьем квартале начать приносить выручку, возможно даже в течение какого-то времени чистую прибыль. Но пока речь идет, конечно же, только о выручке, потому что затраты у компании крайне большие. Стоит ли вкладываться в эту компанию? Ну, скажем так, я бы рассмотрел бы это на каком-то совсем таком небольшом проценте от портфеля, потому что действительно была коррекция с начала года, компания упала больше, чем на 65%. Более того, возможно, скоро получит лицензию один из главных ее препаратов. Некие перспективы есть, но учитывая маленькую капитализацию и массу рисков, которые витают вокруг этой компании и в целом фармацевтического сектора, я считаю, надо быть аккуратным. Но не стоит сильно переживать, а то можно впасть в депрессию. Кстати, лекарство от нее разрабатывает еще одна крупная публичная компания. Депрессия – бич нашего времени. Именно этой болезнью плотно занялись ученые компании Exxon Therapeutics. Препарат AXS05, как средство для лечения серьезных депрессивных расстройств, может принести компании сверхприбыли. Этот рынок оценивается в 9 миллиардов долларов и 17 миллионов пациентов. Однако на последнем отчете компания сообщила, что удобрение флагманского лекарства AXS05, это лекарство от депрессии, откладывается заряда проблем в разработке препарата и FDA пока не может лицензировать это лекарство. На этой новости компания обрушилась более чем на 40 процентов, и после этого аналитики банка Morgan Stanley снизили свою цель со 105 до 34 долларов. Катализация этой компании уменьшилась с 2 миллиардов всего лишь до 900 миллионов, поэтому риски на данный момент в этой компании повысились. У Exxon есть еще один потенциальный хит – лекарство от мигрени AXS07. По оценкам экспертов, в 2021 году мигренью будут страдать миллиард человек во всем мире. Компания планирует подать заявку на рассмотрение в день уже во втором квартале 2021 года. Будем надеяться, что эти препараты принесут не только большую прибыль, но и большую пользу людям. Акции биотехов «Тонкий лед». Перечисленные препараты пока только кандидаты, и в случае неодобрения они принесут большой урон котировкам разработчиков. Риск велик, но и профит будет отменный. До встречи на следующей неделе! Подписывайтесь, ставьте лайки и пишите в комментариях, что разобрать в следующем выпуске. До новых встреч! Пока! Субтитры подогнал «Симон»!